Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Сегодня мы будем говорить о пении, о музыке, о тех людях, которые не только с удовольствием этим занимаются, но и дарят свое удовольствие всем тем зрителям, которые приходят. Ну а первые зрители у этих людей, прежде всего родители, родные и близкие, сначала они, наверное, это делают где-то в районе табуретки, потом подрастают и потихоньку, полегоньку могут выйти в настоящих исполнителей и потом участвовать во всевозможных музыкальных фестивалях. Давайте представлю вам сегодня наших гостей, тем более, что во второй части у нас будет смена состава. Наталья Лапшина, Наталья Геннадьевна, преподаватель эстрадного вокала детской музыкальной школы номер два, а также руководитель студии в Инженерно-технологическом лицее и в Культурном центре семейного досуга в Томилино. Как вы успеваете все сделать, я даже не знаю, что сейчас расскажете. А также маленький, тихий, но такой талантливый, я уже слышал, как они пели, когда готовились к нашему эфиру, Иван Михайлов, солист, да? Вам сколько лет? Да. Мне 10 лет, я учусь в четвертом классе. 10 лет учиться, что-то, наверное, заготовлено, сколько тебе лет, мальчик? 10 лет я учусь в четвертом классе. Мы готовились, соответственно. Да. Ну, понятно, что будут вопросы, касаемые прежде всего творчества, Наталья. Скажите, как вы? Ну, понимаете, есть тоже две составляющих есть. Если я сама, в данном случае, вы поете, то можно же петь и спокойно, да, ну, пытаться найти в этом какой-то профессиональный выход именно в плане пения. Но никого при этом не учить. Мало того, мы знаем, что даже самые известные звезды не всегда могут передать этот талант, помочь каким-то людям научиться не только просто петь, а именно научиться петь. А вы поете, вы поющий тренер, да? И вы еще являетесь, и вы так много успеваете, преподаете. То есть вы поете, наверное, круглосуточно, я так понимаю. Ну, получается... Как вы стали преподавателем пения? Ну, если обратиться в далекое прошлое, то я из творческой семьи. У меня мама преподаватель музыки. Вот. И также дедушка был учителем в школе. И я как-то выросла в такой... Наставники. Наставники, да. В такой, как это называется, интеллигенция, раньше у нас называлась. Поэтому мой путь был выбран изначально. Я с детства занималась музыкой как раз в Люберецкой детской музыкальной школе номер 2. Ага. Да, я ее закончила. Альма-матер. Да, я ее закончила с красным дипломом по классу фортепиано. Дальше я поступила в ВУЗ на музыкальное образование. А куда? В педагогический сначала. Он назывался... Опять же, педагогический. Да, он педагогический. Потом мне этого стало мало. Мало. Я хотела развиваться еще как сольный артист. И я закончила еще второе образование как артист эстрады, как певец, преподаватель эстрадно-джазового вокала. Ну, то есть вы выполнили все и для мамы, и для папы, и для себя, для всех. И сейчас я совмещаю, получается, и тренерскую деятельность, и как действующий артист. Ну, вот мы обо всем этом поговорим, но мы не можем не подключить этого замечательного Ивана Михайлова, который находится у нас здесь. Это у вас специальная рубашка для выступления или это ваша персональная? Нет, это для выступления. Мы ее очень часто используем. А, то есть это ваш талисман, поэтому вы ее сегодня тоже, наверное, решили нам показать. Вань, скажите, пожалуйста, простой вопрос. Кто петь-то заставил? Я сам решил петь. Да, ну ладно. Да. Сам? А когда вдруг? На кого посмотрел? Кто нравится, как поет? Кто спровоцировал на это дело? Ну, я учился в школе в первом классе и увидел, как красиво на выступлении поет Наталья Геннадьевна. Я же еще в школе работаю. Ага. Да, учителем по музыке. У нас там было много концертов. И он увидел. Так, увидели. Так. Продолжайте. Я решил петь так же хорошо. Я попросил маму записать меня к ней на кружок. А вы понимали, что вы можете петь? Ну, я с самого детства, насколько я себя помню, я очень люблю петь. Ага. У него был веселый случай, когда в супермаркете он с мамой гулял, там, и пел, и стихи читал. И ему даже мужчина из толпы подошел и предложил денежное вознаграждение. То есть, когда он был в детском саду. То есть, у него вот эти задатки артиста с детства были действительно. Когда станете суперзвездой, обязательно будете рассказывать про свой первый заработок. Да. Хорошо. Ну, и вы подошли к Наталье Геннадьевне и сказали, Наталья Геннадьевна, хочу петь. А Наталья Геннадьевна говорит, маленький еще, не будешь петь, да? Или как было? У нас прослушивание проходило. Прослушивание, да. Что ты делал, расскажи. Сначала Наталья Геннадьевна прохлопала мне в ладоши ритмический рисунок. Я должен был повторить. Так, я боюсь, я бы, наверное, сейчас не повторил. Да. Вы повторили? Да, я повторил. Так, потом. Потом мне нажали на фортепиано две ноты. Я должен был сказать, какая ниже, какая выше. Кстати, очень часто дети сбиваются именно на этом этапе. Они не могут отличить высокий звук от низка. Прям как левое и правое, наверное, вот в этом этапе. Наверное. Хотя им говоришь, какой звук похож на голос птички, какой звук похож на голос медведя, они все равно теряются. Это знаете, как некоторые люди до конца дней путают левое и правое. Ну вот, да. Но в данном случае речь не об Иване, да. Так, Иван, вы сказали правильно, я уверен, потом что было. Потом я начал заниматься в ансамбле, но потом мне так понравилось петь, что я решил Наталье Геннадьевну попросить позаниматься со мной еще и сольно. И теперь я выступаю с сольными номерами и еще и с ансамблем. О, как. То есть и в команде, и персонально. Да. Суперзвезда. Хорошо. Места. А, ну сейчас же модно у нас же там Баста тоже в двух ипостасях. Даже, по-моему, в трех он начинал в ипостасях. То есть здесь можно и в разных жанрах работать. Наталья, как вы так готовите, что человек нам рассказал, прям как будто бы каждый день интервью дает. Молодец. Да, да. Но если говорить сейчас важно, почему, потому что нас смотрят многие мамы, которые захотят. Давайте сразу скажем, вы в таких трех ипостасях, где вас найти? Потому что сейчас вот сидит какой-нибудь Иван, еще помладше даже нашего сегодняшнего, говорит, хочу к этой замечательной певице. Да, ко мне часто обращаются с подобным вопросом. В основном я веду деятельность в новом районе ЖК «Самолет». Это рядом с метро «Некрасовка». Наслышана, да. Да, вот у меня там студия открытая и в инженерно-технологическом лице, и там же находится культурный центр от Томилинского центра. И в 28-й школе у нас отделение музыкальной школы номер 2. И получается, я вот во всех этих учреждениях в ЖК «Самолет» базируюсь. Поехали. Ото всех беру детей. Хорошо. Ну а какой репертуар? Вот мы услышали сейчас от Ивана, что есть и сольные. Ну, может быть, вы только для Ивана сделали такой. Нет, нет. У меня в основном все дети, которые в ансамбле. Просто маленькие дети, так как они сначала боятся сцены, мы начинаем с ансамбля. Да, спрятаться из-за колоды. Да, 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 они так более могут раскрепоститься, чем когда один выходит на сцену, видит огромный зал, он, конечно, теряется. А потом приходит время, когда, да, Иван, вот так хочется. Ваня просто уже три года. Здравствуйте. Ваня три года уже занимается, и он уже готов. Да, 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 но раньше тоже боялся, конечно. Вот. Репертуар какой? Репертуар полностью зависит от мероприятий. Вот мы часто выступаем в Люберецком округе на площадках городских, на административных, на окружных. Ну, праздники какие-то, да, памятные даты. Да, то есть будет впереди патриотические концерты, мы готовим патриотику. Также там День детей международный, там какие-то песни про детство, про лето. Новый год, вот мы выступали в Триумфе, то есть в основном тематические. А когда ребята хотят участвовать в международных конкурсах, там уже можно по положению ориентироваться, какую тематику предоставляет концерт. А вы занимаетесь подготовкой еще к конкурсам, да? Ой, мы, чем мы только не занимаемся. Да, у нас, я на самом деле готовлю, ну, можно так сказать, будущих артистов. Потому что заниматься просто в четырех стенах в комнате мне не нравится. Я их как раз готовлю для выходов на концерты, на конкурсы, на фестивали. И мы ездим по Москве, по ближайшим округам области, Раменские районы, Капотня. Мы вот везде участвуем. Но это пока для начала, потом будем расширять, да? Да, мы будем расширять, потому что у меня коллектив довольно-таки свежий. Четвертый, пятый год мы занимаемся, и детки в основном маленькие. И, например, рассматривать поездки в Сочи или в Казань подальше, или вообще за границу. Ну да, родители. Да, да, это нужно, чтобы... Ну там, видишь, они же подрастут, вы что-то... Подрастут и можно будет, да. А пока вот конкурсы, фестивали... А сами вы участвуете в каких-то конкурсах? Да, я... Бросаете своих учеников и полетела. Да, когда я была студенткой, я участвовала просто в международных вокального мастерства конкурсах. А когда я стала уже преподавателем, я участвовала в профессиональных. Педагог года финалист, вот у нас муниципальный этап был в Люберцах. Виват Таланты был недавно, вот в ноябре. Да, вы там выступали. Да, профессиональный конкурс среди именно педагогических работников. Что дают за конкурс? Что вы выигрывали? Дают денежное вознаграждение, дают диплом, который потом можно приложить к повышению квалификации, к аттестации. Ну, то есть дополнительно... Главное, душевное. Ну, естественно. Перепело всем. Ну, отстояла честь района. Потому что вот всероссийский конкурс Виват Таланты, там со всех округов были. Югра, Хантамансиск, там просто огромное количество участников было из разных-разных уголков всей нашей большой страны. И от Люберецкого округа выступала я и еще одна моя коллега. Только два человека. И мы заняли, соответственно, я второе место, она первое место. Понятно. Ну, вы так уже поделились условно. Сегодня ты, а потом все. Ну, да, да. Вань, скажите, пожалуйста, ну, у вас же должны быть какие-то... Ну, понятно, что главный кумир Наталья Геннадьевна. Ну, а из мужчин, певцов наших и не наших, кто вам нравится, как поет? Ну, пока что я сильно об этом не задумывалась. Ну, вот песня у тебя «Замок из дождя». Мы вошли в это замок и, знаешь, тем более там как раз так хорошо петь сейчас. У Лазарева Сергея тоже мы рассматриваем репертуар. У него пока высокий голос, у него не было еще мутации. Он пока может петь... А, кстати, тебя пугает уже, что будет? Ну, знаешь, что такое мутация или еще не пугает? Ну, расскажи, знаешь, что такое мутация? Ну, пока еще тоже не задумывался и не пугает. Голос у тебя будет потом другой. Прямо лепсом будешь петь. Так будет, да? Шучу. Ну, просто приятно общаться с ребенком. Уже видно, что такое звездное поведение. Есть немножко. На что ответить, на что не ответить. Это он еще стесняется. Молодец. Не-не, у нас можно стесняться. Кстати, у нас будет сегодня возможность услышать, так сказать, в деле, в финале программы, такая традиция, даже уже подсмотрели нашу традицию. Попытаемся маленький тут сделать вам хор, да? Так назовем. Ну, вот, коротко, но чтобы вы хоть увидели, а то мы говорим, говорим, какие замечательные, да? Конечно, да. Вань, а бывают вот песни любимые, которые ты вот любишь просто петь, потому что вот моя песня? Ну, бывают, да. Какая, например? Например, «Замок в тажде». Да? Ой, ну она, да, она там высокая. Я так уже и не спою, наверное. Да уже и Пресняков так и не споет сам, мне кажется. А ты же с этой песни, да, получил место же, да? Нет, первое место я получил с «Песней о свободе». «Песней о свободе». А первое место где получил, рассказывает? Я получил первое место в Капотне. Так, что за фестиваль был какой-то, конкурс, что это такое было, не помнишь? Ну, это был конкурс. Много было исполнителей? Ну, достаточно много. То есть ты уже понимаешь, да, что такое конкуренция, что ты уже должен выйти, вот, что сейчас мы... Будут его оценивать, компетентные жюри тоже из разных. В разных творческих вузов. А важно тебе, как будет оценивать жюри? Или важно, как публика будет принимать, если публика есть? Ну, я думаю, как публика лучше будет. А ты чувствуешь публику, что вот им нравится, как ты поешь? Ну, чувствую, что да. Чувствую, что да. Чувствую. Молодец. Помнишь, тебе же даже кричали «Браво!» Да. Наталья Геннадь, у нас заканчивается, кстати, первая часть. Вот так вот быстро. Сейчас быстро, пока Ваня с нами, скажите, вот разброс по возрасту, с кем вам проще? Или вы, в принципе, с любым можете договориться, если у человека есть талант? А я так понимаю, что к нам пришли сегодня талантливые исполнители? Да. Ну, вообще, у меня градация идёт от 8 лет до 14. Ага. Вот. Потому что, ну, нужно, конечно, любую дисциплину с малых лет начинать. Просто если мы возьмём возраст раньше 8 лет, то здесь должно быть не столько направление эстрадного вокала, сколько общее музыкальное направление. Знакомство вообще с миром музыки, с нотками, с какими-то элементарными движениями, как-то себя позиционировать, как восприятие музыки взращивать у детей. А я их беру с 8 лет, когда они уже могут, ну, элементарно даже отличить правую руку от левой, потому что мы делаем всё-таки движения. Ну да, вы ещё учите вести себя, как на сцене. Так как у меня довольно-таки быстрый такой темп, мы часто выступаем, нужно быстро схватывать на лето. То есть маленькие детки, они к такой кропотливой и серьёзной работе пока не готовы, поэтому я беру с 8 лет. Вот. А почему до 14? Потому что в основном в этом возрасте уже дети заканчивают общеобразовательные школы 9 классы, и некоторые уходят уже в колледжи, в какие-то технику. Да. То есть у них уже, ну, более идёт другая профессиональная стезя. Вот у меня есть пару девочек, которые одна пошла в педагогический колледж, другая в театральный, и они уже там полностью заняты с преподавателями. Понятно. Хорошо. Получается, с 8 до 14. Ну, ты помнишь песню «Замок из дождя»? Помнишь, как там «Мы вошли»? Да. Можешь эту первую строчку спать, а мы подпоём тебе? Как там «Мы вошли в этот замок из дождя, только двое нас, двое ты и я». Да, ты и я. Давай. Ну, давай, попробуй сам. «Мы вошли в этот замок из дождя, только двое ты и я». Да, я пытаюсь подпеть. «Были вместе». Ну, конечно, хочешь не хочешь, не подстроишься уже со своим старым голосом. Молодец, хорошо поёт. Ну, и поймём, поймаем сейчас мутацию, потому что тоже, наверное, правильно. Да, где-то ещё через годик-полтора уже начнётся. Начнётся. И будем выбирать, да, песенки пониже. Хорошо. Ну, всё будет хорошо. Ваня, вам спасибо большое, вам творческих успехов. В этой части мы с вами прощаемся. А с Натальей Геннадьевной не прощаемся. Ждём к нам присоединиться ещё Дарья Сыроежкина. Постарше, наверное, поопытнее. Продолжим наш разговор. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко и к Наталье Геннадьевне Лапшиной, преподавателю эстрадного вокала детской музыкальной школы номер два, а также руководителю студии в Инженерно-технологическом лицее в Культурном центре семейного досуга в Томилино присоединилась певица, красивое слово, певица, Дарья Сыроежкина. Здравствуйте, Даша. Ну, давайте мы, Даша, тогда первый вопрос зададим. Вы-то уже в профессии давно. Когда первый звук издали как певица? Когда я пошла во второй класс, я очень хотела петь. Так как в детстве я занималась танцами с трёх до семи лет. Хотела петь. И очень хотела петь, да. А сейчас можете уже и петь, и танцевать. Вы вообще тогда превращаетесь в супер такая леди гага. Так, в общем, вы у нас с опытом, со стажем, да. И вообще петь – это сложно. Ну, главное – научиться управлять голосом. Вы научились? Скорее всего, да. Давайте спросим Наталью Геннадьевну. Наталья Геннадьевна, ну вот вы нам рассказывали про свой путь, но тем не менее. А что самое важное? Говорят, что в принципе можно любого человека так или иначе научить петь. Но есть много вводных, да, там вот со слухом по фразам, мол, слон там кому-то что-то наступил. Кстати, масса людей есть, которые с удовольствием, как нам кажется… Поют без слуха. Да, и поют так, кажется, что сейчас взорвётся караоке, но они получают от этого удовольствие. Видимо, это психологическая, физиологическая необходимость. Ведь только человек может петь так, как человек. То есть птицы поют по-своему, а львы и тигры не поют. Коты поют ещё, когда им приятное дело. Когда им нужно покушать. Им рвычат. Вот что такое человеческое пение и что в основе лежит? Вот как поставить голос? Это же, наверное, самое сложное. Ну вот если касаться вопроса, как поставить голос, сложно ли научиться петь, можно ли всех научить петь? Безусловно, можно всех научить петь, смотря какой мы будем рассматривать финальный результат. Можно же рэпу научить тоже, в принципе, петь. Да, если мы смотрим с точки зрения пения для караоке, для каких-то семейных досугов, то это будет один уровень. А если человек хочет овладеть каким-то уровнем выше среднего, профессиональным, то, конечно, с детства нужно закладывать этот фундамент, нужно пройти прослушивание. Мы смотрим, какие есть данные у ребёнка. Слух, ритм, проявление себя, потому что это, как ни крути, всё-таки смелость должна быть. Ну да. Да, должен себя как артист позиционировать и должен зажечь сердца зрителей. А вот у вас лично сразу смелость появилась или не сразу? Ну это накопительный эффект. Но, конечно, с детства видно ребёнка открытого, эмоционально раскрепощенного, и ребёнка закрытого. Да, их реально видно с детства, таких маленьких звёздочек. А потом мы уже просто с ними в ходе работы раскрываем, раскрываем их ещё больше, и они становятся артистами. Даля, скажите, вы же тоже где-то уже участвовали, пели, соревновались. Ну и как это, когда дети, они же такие, ох, сложные, жёсткая конкуренция, наверное. И потом, всем же нравится, все хорошо поют. Как выбрать лучшую? Ну, смотрят на поведение на сцене, на голос. А мы умеем танцевать, у нас уже есть ещё один плюс. Да, это важно. Работа с микрофоном, с публикой. И вот это жюри всё считают и оценивают. А вы как с публикой работаете? Привет! Где ваши руки? Ну, возможно, на концертах так можно, но на конкурсах нет. То есть вы выходите, такая аккуратненькая, спокойная, головка опущена, а потом рано раз. Там просто другая цель. Да я шучу, конечно. Ну, понятно. Даш, скажите, ну вот вам сейчас 12 лет, это самый лучший возраст, потому что как бы мир кажется таким, столько всего ещё впереди. Вот пение в вашей жизни, как долго будет занимать место? Это для нас всех важно, особенно для Натальи Геннадьевны. Она столько в вас вкладывает. Ну, я надеюсь, что жизнь в дальнейшем тоже будет связана, хоть немножко, но с творчеством. Почему немножко? Давайте подвинем кого-нибудь у нас со сцены. Ну, хватит там уже некоторым выступать-то. Ну, это будет известно потом. Да? Вы пригласите нас, не забудете наше первое интервью здесь, в программе. И только нам будете давать потом интервью. Ну, кстати, нужно сказать, что Даша просто два года назад закончила у меня курс в музыкальной школе, у неё уже есть диплом. То есть она уже как... Уже дипломант. Дипломированный специалист. Так. Да. И это к вопросу, как долго будет музыка в её жизни. Несмотря на то, что она закончила обучение в музыкальной школе, она всё равно продолжает со мной заниматься. В рамках ансамбля. Ей больше нравится коллективная работа. А что такое коллектив? Спрятаться можно, как я уже говорил, в первой части? Нет, в коллективе легче, эмоции больше там, весело. Ну и подтягиваем друг друга, да? В унисон поезем. Да, у них и на два, на три голоса тоже бывают песни. Ну и, собственно говоря, много таких коллективов, не будем их называть, их все знают. Да, да. Кстати, есть мальчуковые группы, есть девичьи группы. Вот. А, кстати, сейчас же очень популярны, например, корейские всякие исполнители. Я знаю, что особенно в вашем возрасте, особенно у девочек почему-то, айдолы так называемые, очень популярны. Вот чем они берут? Вроде бы как поют себе и поют. Наверное, харизмой. Да, вот что такое харизма? Харизма – это настроение, передающее артистам. То есть это я вот такой один-единственный. В данном случае Дарья вышла, и все понимают, когда хочется послушать, хочется смотреть на артиста. То есть любое движение артиста? Хочется повторять. Вот он как-то цепляет, и даже если он не попадает в ноты, то все равно за ним интересно наблюдать. Он располагает к себе, вот эта харизма, это какая-то такая черта характера, наверное, тоже. А вы берете песни только из российского репертура, советский, российский, иностранный тоже. А у нас в музыкальной школе даже есть план, мы должны готовить на разных языках. Вот сейчас у меня дети будут выпускаться в мае. У них обязательная программа песни на иностранном языке. На любом. Немецком, английском, хоть китайском. Обязательно должен быть иностранный язык. Да, я стараюсь. Хорошо. Даша, скажите, вот мы у Ивана спрашивали в первой части, а у вас-то есть любимые исполнительницы, на которых не то, что вы хотите быть похожи, а вот душа к ним. Я не очень слушаю музыку, я больше люблю ее петь. А вот солистки сами певицы? Солистки, ну, какая. А у них вам нравятся солистки импортные? Ну, не знаю. Скорее всего, больше группы нравятся. Групповые, ведь командные. Поэтому и ходят в ансамбль. Вот эта слаженность, команда. Ну, так веселее, интереснее. Это уже на мероприятия выезжают. Ну, да, может быть, так и нужно. Ну что, мы потихонечку движемся к тому финалу, который называется «Песня», которыми фрагмент мы услышим, чтобы вы понимали, а то так люди скажут, что много-много говорят. Как сказала Наталья сегодня перед интервью Геннадьевна, что я-то вообще-то петь обычно пою, а тут говорить надо. Да, тут нужно говорить. Ну, кстати, помимо пения, правильного дыхания, и, кстати, для развития ребёнка это очень хорошо, ведь песни мы многое можем рассказать, движениями в танце мы можем многое показать. Вот некая воспитательная или образовательная составляющая пения, потому что каждая песня имеет свою историю какую-то. Вот как вы работаете в этом направлении? Это как раз, когда у нас начинается декада патриотических произведений, патриотических концертов, мы очень серьёзно подходим к этому. Мы проговариваем, и я со своей стороны, как преподаватель, и родители, разговаривают с детьми, объясняют, что такое война, что это было для нашего поколения, чтобы ребёнок, когда он пел, чтобы он не просто по ноткам спел и всё, а чтобы он вложил именно душу, чтобы пело его сердце, чтобы он понимал, о чём он поёт. Ну вот сейчас мы услышим, какой, кстати, фрагмент? Что это было? А мы вам споём просто музыку, песню про искусство, про музыку, про творчество. Ну то есть сами о себе, как любят обычного. Ну да, что есть музыка в жизни каждого из нас. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Я шучу, конечно. Вот. Но послушаем. Тем не менее, я должен попрощаться. Вот, меня уже в кадре не будет. И я хочу поблагодарить Наталью Геннадьевну Лапшину, преподавателя эстрадного вокала детской музыкальной школы номер 2, а также руководителя инженерно-технологического лица, руководителя студии. Вот. А потом, может быть, и целый институт будет сольный. Почему бы и нет? Почему бы и нет? И в культурном центре семейного досуга в Томилино тоже Наталья Геннадьевна работа. Так что ищите. Я думаю, найдёте, если захотите. И Дарья Сыроишкина, как мы понимаем, солистка, которая больше любит петь в команде. Я с вами прощаюсь. Это была программа «Открытый диалог». Ну и музыкальный подарок в финале. До свидания. Нас музыка зовёт Сказочный полёт В мир чудесный Здесь каждый будет рад Свой найти талант В ярких песнях Ты сердце окрой И над землёй С нами взлетай Взлетай На крыльях таланта Выше Взлетай Пусть каждый тебя услышит Пусть звёзды Станут добрей и ближе И ярче солнца Судьба Пускай Мечта не боится Молнии взлетай И ветер мелодий новых Удачей крылья твои наполнит Вместе с нами взлетай Редактор субтитров А.Семкин